Так, доброе утро всем! Hello, bonjour! Бодертов! Значит, Сафратава на арамейском языке будет доброе утро! И на каком еще мы знаем языке? Доброе утро! Доброго ранку! Доброго ранку! Хорошо, давайте, кто сейчас в эфире? Сейчас ждем, пока кто-то появляется в эфире. И продолжаем изучать с 15-го отрывка, с 15-го отрывка притчи, притчи царя Соломона. Отлично, значит, 15-й отрывочек, Яков Шататина смотрит, доброе утро! Нахат, Нахат Руах, прекрасно, имя у девушки, Нахат Руах. Значит, Нахат Руах, хорошее настроение. Как тебя зовут, Нахат Руах? Алекс Чудеевич, шалом! Яков Шататина, еще раз шалом! Все, барев дзес, барев дзес, всем шалом! Так, хорошо! Итак, значит, мы продолжаем изучать 30-ю главу. Сейчас у нас идет время, как раз вот эта неделя пасхарная, 7 дней, называется Муадим Лесимха. Это времена для радости. И, значит, надо, особенно надо в это время радоваться. Значит, прямо надо радоваться, мы должны прямо изо всех сил радоваться, находить повод для радости, улыбаться, улыбаться. Есть, в Пертьевод есть два раза, написано прямым текстом. В одном месте написано, что То есть, как вот именно север паним яфод, это с красивыми лицами такими. Здравствуйте! И второе написано, Рабби Ишмоль сказал, И вообще принимай каждого человека в радости. То есть, с паним яфод. Значит, и в радости. Хорошо. Особенно в холямаэд. То есть, особенно сейчас. Итак, значит, 30-й отрывок, он звучит так. Так, 15-й отрывок 30-й главы, он звучит очень странно. Ля лука штейбанот. Ав-ав. Так написано. Ля лука штейбанот ав-ав. Шалош эна ло тизбана. Арба ло амру он. Значит, как переводится это все? А лука это пиявка. Пиявка. И у этой пиявки есть две дочки. И они говорят ав-ав, дай-дай. Две дочки, которые говорят дай-дай. Пиявка, у нее две дочки, они говорят дай-дай. И три есть, которые никогда не насыщаются. А четвертая, она не... Где говорят... Сейчас. А четвертая не оставляет имущества. Вообще непонятно, да? То есть, царь Соломон, мудрейший из людей, нам говорит такую фразу, что у пиявки две дочки, дай-дай, они говорят, что и три есть, которые не насыщаются. А четвертая не оставляет имущества. Что это? Как это понять вообще, да? Это загадка какая-то. Но наши мудрецы, комментаторы, которые знали, еще они... Кто-то из них слушал царя Соломона, потом объяснял то, что он сказал. И так из поколения в поколение уже 3000 лет. Они говорят, что пиявка это метафора. На что? На могилу. Могила никогда не насыщается. И у нее две дочки, которые говорят дай-дай. То есть, через могилу человек уходит. Одна дочка, которая говорит дай-дай, это рай. Ганеден. Он говорит, дай мне дай цадиков. Дай мне праведников. А вторая дочка, это дейном, это ад. И ад тоже говорит, дай мне злодея. То есть, могила это как труба такая, через которую уходят души. Кто-то идет в рай, кто-то идет в ад. Интересно, что, интересно, что, я посмотрел, есть такая статистика, сайт у меня, статистики. Сколько людей в день, сколько людей в день умирают? Каждый день. Сколько людей умирают? В среднем каждый день умирает 180 тысяч человек. 180 тысяч человек в среднем уходят сквозь вот эти вот могилы, уходят кто-то в рай, кто-то в ад. Вот у меня, если вы посмотрите, сейчас вид из окна, как раз видно кладбище. Видно кладбище. Вот это Иерусалимское кладбище. Сейчас я вам покажу его. Так, сейчас, вот так оно выглядит. Вот, смотрите. Вот выходишь, вот на горе, на горе, видите, гора. Вот там вот, вот та гора, дальняя. И на ней могила, могила, могила. Вот та крайняя гора, такая белая. Вот есть гора с домиками, а есть гора с домиками маленькими, это могилы. Видите? Вот та вот дальняя гора, это домики маленькие такие, это могилы. Да, в Иерусалиме, в Иерусалиме немного, ну, то есть, сколько людей умирает в Иерусалиме в день? Всего в мире 180 тысяч каждый день уходят. То есть, это за месяц уходит 5, где-то около 6 миллионов человек умирает каждый месяц в мире. Около 180 миллионов в год уходят сквозь могилы. И две дочки, которые говорят, которые говорят постоянно дай-дай, которые никогда не насыщаются. Одна дочка, это Ганеден, это рай. А вторая, это ад. Дальше объясняется, что есть три еще, которые никогда не насыщаются. Помимо вот этой могилы и рая и ада, которые никогда не насыщаются, есть еще три какие-то, которые никогда не насыщаются. Есть четвертый, который еще и уничтожает что-то. Тут интересно, я вспоминаю про рай и ад, есть интересная история. Ну, понятное дело, что суть вообще веры в Бога, суть веры в Бога, да, это то, что человек верит в бессмертие души. И он верит, что жизнь, она после того, как умирает тело, она не заканчивается. Теперь и вся вот эта вот религиозная жизнь, такая во всех религиях, ну, иудаизм как бы это корень всех религий, таких авраамических, да, есть иудаизм, который был Авраама, видно, он получил, соединился с Богом. Дальше от него пошел его сын Ишмаэль, от него потом пошло мусульманство. И дальше был, у Якова было, был родной брат Исаф, и от Исафа пошло христианство, то есть так разделилось все. Но корень один это Авраам, да, вера в Бога, создателя мира. И вот, значит, есть такая история, как приехал в Ватикан. Ватикан это место, Рим и Ватикан это место, центр для христиан. Да, я не могу одновременно. Девочки не понимают. Да, пусть они будут, да, 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 ну пусть, да, конечно, ну, конечно. Значит, Ватикан это главное место для христиан, да, то есть это их как бы центральное место. И вот, значит, в Ватикане, в католичестве они продавали индульгенции. Индульгенция это такой документ, который люди платили деньги и выкупали себя из каких-то грехов, чтобы не попасть в ад. Это у них такая была технология. И вот как-то приехал, это анекдот, приехал Рабинович в Ватикан, ходил, смотрел, такие там дворцы, такие прям реально сокровищницы, да. Причем интересно, что у Папа Римский, у него есть обет бедности. Обет бедности, обет безбрачия, но при этом есть невероятные богатства, которые все сведены в Ватикан. И он ходил, смотрит, стоит очередь. Он говорит, а это зачем очередь? Ему говорят, эта очередь здесь продают индульгенции, здесь продают освобождение от грехов. Он говорит, вот как интересно, что можно грешить и потом покупать индульгенцию? Да, говорят, у нас такая технология. Он говорит, класс вообще, да. Это чтобы, ну а смысл этой индульгенции? Ему говорят, чтобы не попасть в ад. Он говорит, как интересно у вас все устроено. Пошел что-то, думал, думал, Рабинович. И говорит, а вы знаете, а я хочу ад купить. Могу я купить ад? Если можно купить освобождение от ада, значит можно и ад купить. Я хочу купить ад. Ему говорят, а зачем тебе ад? Ну зачем тебе ад? Он говорит, я хочу, то есть у меня такое желание. Передали, значит, римскому папе его вопрос. Он говорит, ну если он хочет купить ад, в принципе почему нет? То есть ад стоит миллион долларов. Если он хочет за миллион долларов купить ад, значит мы ему продадим. Рабинович покупает ад за миллион долларов. Ему дает официальную бумагу, подпись римского папы. Значит, он получает, что он хозяин ада. Он купил ад. Хорошо. На следующий день Рабинович подходит к этой очереди. Стоит очередь покупать индульденции. И говорит, вы знаете, можете уже очередь здесь не занимать и здесь не стоять. Почему? Вот документ, я хозяин ада. Я в ад никого не пускаю. Все. Ад мой. Ворота закрыты на реконструкцию. Все. В ад я никого не пускаю. Ему говорят, как? Он говорит, вот документ мне продали ад. Все. Значит, если можно купить индульденцию, значит можно купить ад. Я купил ад, я вас не пущу, значит, никого в ад, поэтому можете не покупать индульденции. Вся очередь разошлась. Нет очереди. День нет очереди. Второй день нет очереди. Касса Ватикана пустая. Докладывают папе. Разъяснили всю ситуацию. Он зовет, говорит, вызовите его срочно. Его позвали. Папа говорит, мы хотим обратно расторгнуть сделку, ад выкупить обратно. Он говорит, не знаю. Я, говорит, даже не знаю. Говорит, я даже вот... Ну, в общем, я, говорит, за 10 миллионов я бы еще и начал разговор. Сказал Рабинович. И с 10 миллионов долларов они начали разговор. Это такой анекдот, который очень... в нем есть большой смысл. Все вот эти вот истории о том, как зайти в рай, как зайти в ад, каким образом можно выкупить индульденцию, каким образом... Истории, варианций очень много. Есть что-то, что является общим для всех. Для иудаизма, для всех является общим. Есть рай, есть ад, есть грехи. Человек, который грешит, он получает за это наказание и здесь, и там. Вопрос, как от этого избавиться. В иудаизме есть технология, которая называется чува. Чува это раскаяние. То есть ты, совершив грех, ты должен раскаяться, принять, принять как бы на себя обязательство не делать больше этого. Есть целая технология, как можно снять с себя те грехи, которые ты сделал, не через покупку индульденции. Это смешно, это никак не... ну то есть это никак не исправляет. Человек сделал грех, и то, что он у кого-то купил бумагу, где написано, что этот грех ему не засчитывается, это смешно. Но в принципе грех, который человек сделал, он же может его исправить. То есть процесс чувы, раскаяния, он предусмотрен, но это никак не индульденция. Теперь давайте вернемся, значит, есть пиявка, это могила, и в нее все идет. 160 тысяч человек в день, там 160-180 тысяч человек в день, они как затягиваются в эту воронку. Представьте, тела уходят под землю, а души поднимаются вверх. Души, как летит такой поток, душ, куда-то он летит такой постоянно, 180 тысяч в день, 6 миллионов в месяц. Теперь, дальше он объясняет, кто такие две дочки у могилы, рай и ад. То есть этот поток расходится, кто-то идет в ад, кто-то в рай. А кто такие трое, которые никогда не насыщаются, а четвертый уничтожает. Значит, есть шеоль, могила, могила, она никогда не насыщается. То есть пока есть люди, они уходят под землю в каждом поколении. В отцер-рехем, значит, это матка. Отцер-рехем, рехем это матка. То есть как могила никогда не насыщается, так же и зарождение жизни никогда не останавливается. То есть постоянно идет поток, идет поток вот этого вот семя, ну там сперматозоиды и так далее, они идут в матку и появляется новая жизнь. Причем новая жизнь появляется намного больше, чем умирает. То есть если 180 тысяч человек в день умирает, то рождается в день 240-250 тысяч. Население Земли постоянно увеличивается. Можете себе представить, да, вот эти два процесса, если так глобально, количество людей. 180 тысяч в день уходит и 240-250 тысяч каждый день появляются новых людей в мире. Что интересно? Четверть миллиона. Очень интересно то, что когда мы читаем, например, сейчас теракт в Шри-Ланте, погибло 200 человек. 200 человек. Это страшно, это огромное количество людей. Но если мы сравним 200 человек и 200 тысяч, которые за один день умирают. Что такое 200 по отношению к 200 тысяч? 0,1%. 0,1%. Представьте, то есть когда нам СМИ показывают вот эти вот страшные картины, теракты, убийства и так далее, это все минимальнейший процент. Лучше бы они нам показывали, сколько людей ежедневно умирают от рака легких, который вызывается курением. Но тогда они будут сигареты покупать. Если бы они нам показывали, что каждый день из 180 тысяч умерло 30 тысяч от ожирения, от болезни, от того, от сего. То есть СМИ нам показывают вот эти теракты, потому что это привлекает внимание. Но по факту 200 тысяч человек в день умирает. И из них большинство умирает из-за нездорового образа жизни. Понятно, да? Хорошо. Теперь Мадила не насыщается, матка не насыщается. То есть рождение жизни идет постоянно. И прямо люди хотят, хотят рожать. Это как инстинкт у человека. Значит, земля не насыщается водой. То есть дожди идут, идут дожди без остановки, идут дожди. Земля не насыщается. Круговорот воды в природе. Вода, земля, все процессы включены. И огонь это тот, который съедает, он как бы съедает материю, превращая ее в энергию. Это очень интересная тоже такая штука, что огонь, есть четыре стихии, из которых состоит вся материальная жизнь. Это воздух, это земля, это вода и это огонь. И огонь, он переводит материю в энергию. Это очень классная, интересная штука. Как материя, то есть что-то материальное, через огонь переходит в другое совсем качество, в энергию. Это такая метафора, что человек, он тоже не исчезает. Тело человека уходит в могилу, а человек не исчезает. Человек это не тело. Тело это инструмент, который помогает человеку двигаться по земле. И тело это тоже та же энергия. Потому что если мы возьмем весь процесс, посмотрим в разрезе, то вот есть земля. В нее льется вода из земли с помощью, опять же, энергии, свет солнца и вода из земли. Фотодинез. По-моему, фотодинез называется. Появляется растение. То есть растение берет силу земли и свет солнца, энергию. Фотосинтез, мне сын подсказывает. Фотосинтез. Значит, растение берет энергию, преобразовывает в материю снова. Потом съедает человек это растение. Или корова съедает растение и превращается в мясо. Человек съедает это мясо, мясо или растение. Оно у него переваривается, переходит в энергию. И так идет круговорот. Кто сказал, что человек это вот это тело? Нет. Человек это вот эта вот энергетическая сборка, которая держит, пока человек жив, держит его в этом теле. А потом эта энергетическая как бы сборка, она уходит, как уходит потоком, то что называется душа уходит. Кто-то идет в рай, кто-то идет в ад. Все. Теперь и 17 отрывок, он нам говорит так. Значит, опять непонятный отрывок какой-то. То были пиявки у нас. Сейчас у нас вороны и сыны орлов в этом отрывке появляются. Значит, говорит царь Соломон, глаз, который насмехается над отцом, будет опозорен. И слова матери, который не принимает, значит, его будут глаз, который смеялся над отцом и пренебрегал словами матери, его выклюют, значит, выклюют его вороны и съедят его сыновья орлов. Вообще опять непонятно. То есть без объяснения вообще непонятно. Глаз, который насмехался над отцом и не слушал слова матери, его выклюют вороны и съедят птенцы орлов. Значит, тут интересная такая вещь. Здесь нам царь Соломон в очень метафоричной форме опять нам показывает главный закон мироздания, что посеешь, что и пожнешь. То есть, что посеешь, есть причина-следственная связь, которая в этом мире все время крутится. Значит, человек, он должен уважать тех, кто дал ему жизнь. Это его родители. Они дали ему жизнь, если бы не было их, не было бы его. И получается, что он, как бы там они к нему не относили, что бы они ни делали, родители это его корень, который дал ему как силу и дает ему силу быть человеком и двигаться. Теперь если человек говорит, а я не уважаю свои корни. Есть люди, которые отказываются, не уважают родителей, не уважают Бога и так далее. Они говорят, я самый крутой, да, то есть, они как бы отрываются от этого корня своего. Тогда что с ними происходит? Что посеешь, что и пожнешь. Есть среди животных разные животные. Есть животные, которые своих детей съедают вообще. Есть животные, в которых вообще связи нет ни семейных, ни родственных. Есть животные, у которых эти связи очень сильны. То есть, это как бы программный код такой. Вороны, это жестокие животные, у которых нет семейных связей вообще, у ворон. А у орлов наоборот. Орлы заботятся о своих детях и даже готовы жертвовать своей жизнью ради детей и так далее. И здесь нам показано, что есть варианты. То есть, как ты относишься к своим родителям, так же потом ты получишь от мироздания, получишь результат. И опять же, есть вариант, когда человек получает плохой результат, есть, когда хороший. Я расскажу сейчас на примере, очень простой пример. Как-то в одной семье, это было дело в Вавилоне. В Вавилоне, значит, сидел папа такой в одной семье, и он не уважал своих родителей. И он своего пожилого отца выгнал на улицу. Его пожилой отец сидел на улице и просил милостыню. В то время не было социальных служб, не было такого, как сейчас, вот соцобеспечения. Если там старика, ребенка или женщину выгоняли на улицу, то они погибали. То есть, если им не давали милостыню, то они умирали от голода. То есть, раньше был мир намного более жесткий, жестокий, и в нем действительно выживал сильный. Были джунгли такие. И вот этот отец выгнал своего пожилого отца на улицу. И сидит этот дедушка среди нищих, просит милостыню и видит своего внука. Внук идет по улице Вавилона, значит, он говорит своему внуку, «Слушай, мне очень холодно, сходи к своему отцу, попроси у него дать мне теплую какую-то одежду». Приходит этот ребенок домой и говорит своему отцу, «Папа, значит, вот там сидит дедушка на улице, просит милостыню, и ему холодно, просит какую-то одежду». Отец ему говорит, «А, на чердаке там старое одеяло валяется, залез на чердак, возьми одеяло и отнеси ему». Значит, сын этот полез на чердак, на чердаке он что-то долго лез, 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 слазит. Отец его спрашивает, «А что ты так долго на чердаке сидел?» Он говорит, «А я одеяло резал пополам, на две части». Тот говорит, «А ну зачем, я тебе сказал, старое одеяло, отнеси ему одеяло». Он говорит, «Нет, папа, я, говорит, половину ему сейчас отнесу, а половину оставлю, когда ты будешь старый, я же тебя тоже выгоню, так чтобы тебе не было холодно, я тебе дам вторую половину одеяло». И тот отец тогда подумал, какой действительно он пример дает сыну. И он понял, что то, как он относится к своим родителям, потом к нему вернется в виде отношения его сына к нему. И он сразу же понял, что для него единственный выход, чтобы его не выгнали в старости на улицу, это пойти и вернуть своего отца, и что посеешь, то и пожнешь. И это как раз возвращение к тому, как именно грехи исправляются. Грехи исправляются действием. Если ты сделал вот там такое действие, о котором ты сейчас сожалеешь, то ты должен принять, как бы осознать, что ты сделал неправильно, и исправить, сделать правильно. Он сходил, забрал отца с улицы, уважал его, почитал, посадил на главное место в доме, и, значит, понимая, что что посеешь, что и пожнешь. Вот так вот, значит, сегодня мы изучили три отрывка. Какой вывод? Первый вывод такой, что смерть неизбежна, и надо думать о том, куда ты пойдешь после смерти, или в рай, или в ад. И это действительно важный вопрос, потому что, ну, как бы, это важный вопрос. Люди думают, что с ними будет завтра, и пытаются, пытаются каким-то образом себе завтрашний день сделать лучше. Так вот, этот вот день завтрашний, который будет длиться вечно, или это будет ад, или это будет рай, о нем тоже надо думать. И второе, что даже в этом мире все имеет круговорот. Круговорот воды в природе, круговорот семян в природе, круговорот жизни в природе. И, исходя из этого круговорота, понятно, что то, что ты сеешь, то к тебе и возвращается. Поэтому, что посеешь, что и пожнешь, давайте сеять добро, радость, свет, улыбки, благословения. То есть всем желаю здоровья, счастья, любви, добра. И, значит, чтобы с Божьей помощью у вас было все великолепно. Значит, Тору надо изучать так, надо делиться, делать выводы. Первым делом, сделайте выводы, пожалуйста. Вторым делом, напишите выводы в комментариях. Третьим делом, поделитесь с теми людьми, кому может помочь это то, что вы поняли. Поделитесь своим пониманием, поделитесь уроком. И с Божьей помощью, чтобы у вас были Майадим, Лесимка, времена для радости, чтобы было много радости. Все, пока, Песах, Кашер в СМА, кто соблюдает Песах. Все, всем удачи, пока.